А в этом году агентство Хабар празднует 20-летие. В честь юбилейной даты мы продолжаем рассказывать о тех, кто стоял у истоков медиахолдинга и по сей день сохранил верность профессии. В следующем материале речь пойдет о режиссерах и самых первых проектах, которые до сих пор остаются любимыми у телезрителей. Сегодня все те же режиссеры Хабара с таким же энтузиазмом, как и 20 лет назад, когда создавался легендарный телеканал, выполняют свою работу. Середина 90-х, эпоха смелых экспериментов и постоянных импровизаций, вспоминает режиссер некогда самых рейтинговых программ Хабара Арман Карабаев. Сезон мы запускали до 15 новых проектов. Худсовет работал просто день, день и ночь. Так рождались громкие имена и яркие проекты Хабара. Житпашитэкэн, Ятпулмасын, Бабия Царства, Дилемма, Первые ток-шоу Майдан и Асар. Работать часто приходилось без выходных и с максимальной отдачи. Где-то даже случались осечки. Начинающий тогда еще режиссер новостей Сауле Даулет Калиева вспоминает, как однажды, опаздывая на эфир, установила рекорд по скоростному бегу. Мы с журналистом бежали с одного здания до другого с кассетами, загруженные кассетами на каблуках. Прибежали кассеты в магнитофон и пошел команда «Мотор». Команда «Мотор» также актуальна и сейчас. И на Хабаре дирижируют новые таланты, перед которыми стоят не менее амбициозные задачи. Но главное из них – завоевать телезрителей. При таком большом потоке информации на телевидении режиссеры должны быть креативными, уметь быстро охватывать новые технологии и делать новости на высшем уровне. К слову, это и есть главная креда не только режиссеров, но и всего коллектива Хабара – предлагать своему зрителю телепродукт исключительно высокого качества.